всем привет вы смотрите открытую студию и сегодня мы говорим о казаках и о многом чем еще интересном я хочу сказать что в казаки ты пришла не случайно расскажи как ты думаешь это взаимосвязано твой приход связано что я начинаю взрослеть потихоньку начинаю понимать христианство защищать себя как ты узнала что твои предки они тоже были казаками что возможно это послужило сыграла какую-то роль что ты выбрала эту стыдю мне бабушка рассказывала что у нее далекие предки были казаками и мне очень понравилось быть казаком не парад пошел на это я решил тоже пойти на подрежать такие традиции получается поддерживать его в любой момент в любой момент и когда ты каталась допустим на лошади сначала не по родственников были даже переживания по этому поводу что как так это опасно травмоопасно да мне бабушка рассказывала что когда казаки садятся они должны садиться с пяти лет у меня далекие предки бабушка шести лет начала кататься на лошади а дедушка с четырех как так вообще опасно как тебе удалось убедить маму что все-таки несмотря на то что ей страшно за тебя чтобы она разрешила но она разрешила потому что брак пошел и я когда со школы очень поздно возвращаюсь вместе мы с ним в одной команде и мы решили на казаки сразу пойти уже четвертый год где-то ходит а я только два года хожу мы совсем скоро увидим как ты владеешь рукопашным боем а скажи вот девушки зачем вроде бы эти навыки такие мужские ну чтобы защититься чтоб узнать все как владеть шашкой на живым достижения всяких вот как раз достижения часть из них у тебя сегодня с собой расскажи как ты получила эти медали эти медали я получила в этом году 18 марта по ножовому бою среди девушек и и женщин покажу сложно ли получить ту или иную грамоту тяжело ли они даются ну меня специально тренировали я два раза четыре раза в неделю ходила на казаки стой группы и стой группе кто я вам рассказывал вот получил да даже предлагали нашим зрителям показать а вот что так такие грамоты дают допустим при поступлении они могут ли стать хорошим таким бонусом для партнер я уже стала призер вы в женской номинации везде и вот желаю что у меня было дальше вот у меня есть еще одна грамотно вольте жировки вот это у нас уже занимает что 20 мая а вот это что за термин такой это по конному спорту тоже это нужно что нужно было сделать чтобы получить эту грамоту как правильно на коне нужно сесть на него правильно чтобы не упасть и вольтежировать были ли какие-то комичные случаи во время обучения с конями допустим подходил сзади и потом жалел об этом коню кто еще что делал да мне сначала испугала эта идея приму как так-то и потом получилось у меня я уже надеялась что я тоже опять призером стану ну не получилось минимум вот главное у меня не очень получилось это ласточка сделать конь шатается мне немного страшно как ласточка на коне делается нужно за седло взяться и руку или ногу протянуть вперед вот ножницы нужно скрестить ноги вот а вот хлопок обычно сделать ну как и назад там же сделать а правда ли что у каждой лошади свой уникальный характер и чтобы с ней подружиться еще нужно нужно с ней очень ласково относиться там есть лошадь к тебе уже двигается нужно сказать прямее ну вот оттолкнуть и прими сказать и она придет ну очень ласково нужно к лошади относиться какой характер такая лошадь как ты выбирала свою лошадь которая будет твоей по состоянию души вот самая хорошая лошади это титул самая хорошая лошадь я ее очень уважаю люблю катаюсь на ней безумно хорошо она мне вообще во всем помогает а что за помощь как она тебе помогает ну стараюсь но она не такая как другие другие с характером они могут укусить могут головой нечаянно давать ну ну почему а это спокойно тихо девочка также казаки предоставляет вам большую программу мероприятий где вы можете развлекаться дружить еще вот здесь не общаться ну в лагерях мы можем там и поезжает казаки из шунги мы с ними дружимся в крестных ходах тоже как обычно на акции белый цветок вот потом в лагерях тоже казаки в жизни как это помогает вот это вот школа конной езды вот это вот школа рукопашного боя вот что уже сейчас ты поняла что вот благодаря казакам ты чего-то достигла ну достигла рукопашным боем хорошо занимаюсь на живым как я объяснял уже боятся ли тебя твои одногруппницы да да очень боятся мальчики из коля он меня вообще воится но потом признается что не боится меня все боятся вот есть такой стереотип что если девушка владеет допустим рукопашным боем то она только этим и занимается но я не только этим занимаюсь ну чего я готовлю еще а тяжело ли тебя навести для того чтобы ты вот эти вот навыки применила на практике допустим дала кому-то вновь какой-то девочки это было такое то есть это страхи не просто так главное когда ты дерешься нельзя нервничать это это игра ну это рукопашный бой это все понимаете нельзя понимать всегда есть такая интересная фраза сказано небезызвестным человеком что на все бои они выигрываются еще до начала сражения согласна ли ты с этим согласна конечно с этим силы но я вот много уже с кем подралась всех почти выиграла то есть по сути исход зависит от того во сколько ты веришь свою силу то есть даже соперник видя твой настрой он может уже ранее сказать все я проиграл но это бывает такое у тебя были такие случаи да вот я когда но я много раз травмы получалось многое вот главного цвета его цветы у меня сначала стяжение связки были короче как и лево рейс еще нас объясняет до свадьбы у тебя все заживет заживать на собаке твой самый страшный соперник который которого тебе приходилось перебороть я вот всегда хочу победить или борис еще это твой тренер правильно да а что и пока не получается нет у меня все получается но у меня защиты нет главной защиты я вот все вот так делаю потому так как все руки раздвигаются и вообще не знаю когда девушка владеет рукопашным боем что это дает потому что есть допустим стереотип что молодой человек должен защищать что девушке это не нужно почему все таки нужно нет нужно ну чтобы защитить всех от мы были ситуации в жизни когда ты благодаря этим навыкам и реальника и кого-то его близких защищала да я защищал маму вот ей там что-то сказали вот такой я объяснил не нужно такого сделать резко гулять человека это вообще и и второе более безобидное направление это такой противоречия это школа натуралистов да как ты попала в нее как-то не вообще узнал у нас учитель нет у нас тренер пришел я думаю кто-то пришел вот нам экскурсию провели рассказывать начинает кто хочет тот записывать номер телефона и приходите это находится улице мясницкая 24 вот ну что я что там можно можно найти для себя ну как правильно сажать и ухаживать за животными можно то есть это не только уход за животными это еще такие некие навыки юного агрария которые получают грамоты тоже получаю первые третьи места а там что соревнования допустим а там не соревнования там экскурсии всякие проводишь то то есть ты сам в роли организатора экскурсии выступают а если кто-нибудь новенький приходит кто кого-нибудь выбирают и ты начинаешь рассказывать им где живой уголок находится где прачечная где растение тебе доводилось сажать ну мне финикову пальму потом кофе то есть вот эти растения они растут в нашей полосе программа доходе они растут на улице мясницкой 24 там много цветов розы тоже растут потому чего еще много бацы эти навыки даже применяешь в семье рассказывая маме подсказывая как правильно сажать чтобы был урожай ну чтоб она она не знаю как что сажать и советую какие допустим ошибки чаще всего совершают те кто начинают сажать чего-то ну вот если неплохо сажают кого-нибудь просят пусть они помогают помогут и и уход за животными такая отдельная тема многие любят приходить к животным на их гладить смотреть на них можно смотреть конечно ну их тоже чистить нужно помогать там кормить надо а что дает вот такой уход за животными я знаю что навыки полученные там ты также у себя применила на свои собственные собачки да я и помогаю медицину делать но она хамает у меня вот много у меня кто хамает на какими самыми необычными животными ты ухаживала ну за хомяком морской свиньки так правильно понять что хочет животное с ним найти контакт ну как посмотреть на юные добрые глаза и что она хочет но я иногда понимаю чего они хотят но если у них очень тусклый взгляд они хотят кушать но если они там что-то бегут у них в глаза они хотят что пик погладили а если они вверх смотрят у них что-то болит то есть уже так ну да мы хорошо ладим я говорю привет она дает лапу и там чуть три раза гавкает вот есть кстати менее что животные они живут просто на инстинктах но вот ветеринар даже психологи сейчас уже оспаривают точку зрения считая что нет там есть и раз мы не реально осознаю то что не делают вот ты общаясь с животными у тебя есть какое-то мнение по этому поводу да ну вот нам сказали будешь больше ходить получишь подарок хомяка или чего-нибудь ну что ты захочешь там кролика заяц вот это я вас целый зоопарень будет на я уже больше четырех год лет хожу много хожу уже мне нравится а и кто-то допустим приходит туда потому что дома родители не разрешают заводить живой уголок много ли реально сейчас ребят которые приходят только потому что допустим дома нельзя держать животное но они общаются тогда натуралистов если им не разрешают родитель пусть они тогда гладят натуралистов я тоже когда у меня никого не было я начинала как-то привыкать но у меня вообще никого не было решила натуралисты пойти начала общаться с животными а есть мнение что за животными ухаживать сложно что-то очень трудно вот как считаешь ты реально ли это так обременительно как принято считать да нет это не сложно вот мне вообще не сложно а как правильно себя вести чтобы в первой минуты найти контакт животным ну ласка потом немного строгость бывает нужно ну если они тебя поцарапали нужно строгость немного но все равно к животным нужно относиться как человеку вот как лошади есть у меня одна кошка только мне одна кошка и заяц нравится кошку зовут мурсик а заяц и беляк вообще они такие милашки вообще нравится а какие для себя навыки еще находит человек который приходит станцию натуралистов ну что реально нравится скорее всего ходить туда новых друзей находят ну да они сначала спрашивают все расспрашивать если понравился идее если не понравился сколько сейчас ребят являются натуралистами ну натуралисты около 50 человек там есть две группы 2 пела и как присоединиться к ним что для этого нужно допустим кто хочет стать натуралистом что ему для этого надо сделать нужно анкету заполнить потом немного денег заплатить и все и ты и потом на тебя смотрят куда ты идешь если ну там от 15 до 18 ты идешь первую группу от 6 до 11 ты идешь во второй и когда ты уже переходишь этот возраст на рубеж какие дальше перспективы могут быть ну ты можешь стать воспитателем или ветеринар как вы говорите много все за это вот база которую получает человек она полезна еще для тех кто допустим в будущем хочет свою жизнь создать медициной до кучиться нужно медициной если не сложно если ему сложно пусть ко мне брать обратятся я очень хорошо умею медицину проводить и почему каждый должен посетить вот такие клубы как допустим патриотический клуб казаки такие места как станция натуралистов что это дает людям вот скаутом казакам дает вера православная они больше верят в полка если казак не верят в полку он уже не казак а натуралисты это но мне не общаться животные как сажать насколько разнообразные получается день если человек помещает себя вот такие разноутраслевые абсолютно не очень хорошо получать как это все совмещать вроде бы казалось такие противонаправленные занятия вроде бы тут животные тут умение владеть шашкой кто куда хочет я никого не заставлю как все успеть если допустим хочется это это если ты хочешь что это и иди куда хочешь ну вот у меня была проблема у меня в прошлом два года назад натуралисты были воскресенье и пятница ой вторник и пятница вот я не успевал на казачку ходить у меня вторник один вторник ну как-то справлялась на половину тона на половину пойду а вот сейчас все по-другому у меня в среду юнаты идут и в субботу юнаты а теперь у меня казаки идут понедельник вторник четверг пятница такое тебя четкое расписание где есть все и сегодня мы увидим как правильно владеть шашкой